МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одной из важных задач государства на современном этапе развития стало сохранение биологического разнообразия экологических систем, уникальных природных комплексов, объектов природно-заповедного фонда, культурного и природного наследия. В выполнении этой задачи большая роль отводится заповедникам, национальным паркам, резерватам и заказникам. Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк был создан в 2006 году путем слияния угамского, Тулебийского и Телькубасского государственных учреждений по охране лесов и животного мира. Целью создания Сайрам-Угамского государственного национального природного парка стало сохранение в естественном виде типичных и уникальных ландшафтов западного теньшаня, значительную часть которых включает территория парка. Лесной фонд – самое главное богатство парка. На общей площади более 149 тысяч гектаров произрастают сотни редких и исчезающих видов растений. Основной лесопокров образован из густых зарослей арчи разных видов. Древовидная, зировшанская и туркестанская арча являются эндемиками Южного Казахстана. Среднеазиатские народы называют арчой различные виды вечно зеленых хвойных деревьев. Из 60 видов можжевельника, растущих в холодном и умеренном поясах северного полушария, 21 встречается в Средней Азии. Начиная от самых восточных ущельй Центрального Теньшаня до Капитдага на западе и горных складок Южного Таджикистана. Самые крупные массивы арчи находятся на северных склонах Алайского, Туркестанского и Гессарского хребтов. Здесь полоса арчевых лесов лежит на высоте 2200-3200 метров над уровнем моря. И занимает несколько десятков миллионов гектаров. В горах Средней Азии арчевники образуют самостоятельный растительный пояс. Это связано с локальными климатическими и почвенными условиями. Арча очень неприхотливое дерево, часто растет в расщелинах скал и корневой системой постепенно расширяет трещину. Арчевые деревья разнообразны по форме, то причудливо изогнутые, то прямые, не уступающие стройному пирамидальному тополю. То ползучие, иногда кудрявые, словно яблоня. Эти формы придают арче поистине мистический вид. Ландшафты этих мест имеют высокую эстетическую ценность. На территории парка сохранены великолепные сомкнутые арчевые леса в долинах рек Сайрам-Су и Угам. Среди выжженных солнцем пространств Центральной Азии горные хребты Тиньшаня, являясь мощными конденсаторами влаги, служат островами жизни, приютом удивительного разнообразия дикой природы, что определяет особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность этих мест. Диньшань – самая северная из великих горных систем Внутренней Азии. Через Джунгарский хребет и Тарбагатай он связан с Алтаем и другими горами Южной Сибири и Монголии. Через Памир, Кунь-Лунь и Каракарум он связан с Тибетом и Гималаями. Через Памир и Гиндукуш с Копидагом и Иранским Нагорием. Все эти связи обогащают растительный и животный мир Тиньшаня, делают его совершенно уникальным по своему составу. Здесь находится один из древнейших очагов человеческой цивилизации, где проходили оживленные трассы Великого Шелкового Пути, который на протяжении многих столетий связывал Восток и Запад. На территориях Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана в пределах Западного Тиньшаня встречаются археологические и исторические памятники, свидетельствующие о непрерывном развитии культуры, начиная с Палеолита, античного времени, средних веков и до нашей эры. Западный Тиньшань в пределах Казахстана начинается к югу от Кыргызского хребта за Таласской долиной. Здесь возвышается цепь Таласского Алатау в окрестностях города Тарас. Казахстанская часть Таласского Алатау – Жабаглинские горы и Сайрамский хребет. Жабаглинские горы разделяются на два горных хребта, образуют бассейн рек Аксу-Жабаглы. Приташкентские горы состоят из нескольких горных хребтов, отходящих к юго-западу от Таласского Алатау. К ним относятся Сайрамские горы с самой высокой точкой – пиком Сайрам. Хребет Каратау находится на западной окраине Западного Тиньшаня. Он простирается в северо-западном направлении на 400 километров. Средняя высота его – 1800 метров. А самая высокая точка – Манжелки. К северо-западу он понижается, и уже в месте слияния сухих русел рек Сарысу-Ичу, гора переходит на плоскогорие. В национальном парке под охраной находятся популяции узколокальных эндемичных растений Западного Тиньшаня. Редкие растительные сообщества, а также связанный с ними животный мир. Для жителей Алматинской области, привыкшего к горно-хвойным лесам, растительные сообщества Западного Тиньшаня покажутся экзотикой из каких-то восточных сказок. Орехово-плодовые, фисташковые и орчевые леса Южно-Казахстанской области относятся уже скорее к помиро-алайскому типу. Удивительное для северянина обилие дикорастущих плодовых деревьев создает ощущение изобилия земли обетованной. На территории парка произрастает 1635 лучших растений, из них являются 62 вида краснокрижным. Например, можжевельник зеравшанский, яблона сиверса, фисташка настоящая, минда петельникова, из тюльпанов, тюльпан грега и тюльпан каукмана. Казахстанскую часть западного Тиньшаня населяют 59 видов млекопитающих. Особо необходимо отметить нахождение уникальной популяции сурка Минсбира в бассейнах рек Бадам, Угам, Каскасу и Сайрамсу. А вот на хребте Каратау обитает очень редкий каратауский подвид архаров. Неподалеку от массива Каратау на склонах Таласского хребта обитает еще один тиньшанский подвид архаров. И по сведениям сотрудников парка, тиньшанские бараны из заповедника Аксу Джабаглы иногда переходят через железнодорожную насыпь в каратауские горы и, возможно, образуют подвидовые гибриды. Здесь у нас встречается снежный барс, который входит в Красную книгу, тиньшанский бурый медведь тоже входит в Красную книгу. А из промысловых животных встречается дикий кабан, сибирский косуля, сибирский горный козел. Горы Каратау сложены осадочными породами, то есть когда-то здесь было дно первичного океана. Если хорошо поискать в скалах Каратау, не так уж трудно найти следы морских организмов – зубы акулы или ежа. Чтобы своими глазами увидеть удивительный мир дикой природы Южного Казахстана, нужно подняться в самые отдаленные и глухие уголки горных ущелий. Сотрудники парка два раза в год проводят учетные мероприятия, в ходе которых подсчитывается количество диких животных. Благодаря передовым технологиям появилась возможность скрытого контроля. Фото и видео ловушки в автоматическом режиме запечатляют диких обитателей парка. Даже самые скрытные представители фауны теперь находятся под контролем. Мало кто знает, что в горах Южного Казахстана можно встретить, например, дикобраза. Это чрезвычайно своеобразный крупный грызун. Его спина и бока покрыты жесткими колючими иглами от 3 до 30 см, которые он поднимает во время опасности. В Казахстане дикобразы встречаются на Южном Мангышлаке, в Каратау, Таласском и Киргизском Алатау. Заилийском Алатау раньше доходил и до окрестностей Алматы. Дикобраз – редкое животное. Он занесен в Красную Книгу Казахстана. Еще один представитель Красной Книги Казахстана – Каратауский горный баран. Это один из самых редких подвидов горных баранов на Земле, всего около 200 особей. Каратауский горный баран – эндемик каратаул, имеющий очень небольшой сокращающийся ареал и низкую численность. Существует реальная угроза его исчезновения. Этот вид занесен в Красный список Международного союза охраны животных в самой высокой категории – критически угрожаемых видов. Кроме того, чистокровный каратауский горный баран обитает только здесь, поскольку существуют вполне обоснованные предположения, что юго-восточную часть региона населяет гибридная форма архара между каратауским и теньшанским подвидами. Численность его в настоящее время низка, но при должной охране может быть восстановлена до оптимального уровня. С перевалов 2200 метров над уровнем моря на долину Угама открывается изумительный вид. По пути гид обязательно расскажет вам трогательную историю, как 40 девушек, спасавшихся от джунгарских захватчиков, спрятались в ущелье, но когда враги их все же нашли, они превратились в 40 каменных извояний. Вообще Южный Казахстан богат легендами. Мол, даже Чингисхан зарыл свое сокровище в предгорьях Каратау. Впрочем, по мнению серьезных историков, это вымысел. Другое дело золото Осипова. Имеется ряд исторических фактов, подтверждаемых архивными документами и мемуарами участников событий. Но само золото остается загадкой. Жители поселка Хунсан в долине Угама уверены, клад Осипова надо искать в этих местах. С кромными средствами видео невозможно передать красоту ландшафтов. Глубокие, замысловато изрезанные ущелья, поросшие Зеровшанской, полушаровидной и стелющейся арчой. Довольно много яблони, черемуха, осина и березняки. Среди этой красоты можно встретить и довольно неприятных представителей фауны Южного Казахстана. Среди пресмыкающихся здесь обитают краснокнижная безногая ящерица под названием Желтопузик. Встречается щитомордник, гадюка, разноцветный полос, линейчатая ящерка и серый геккон. Властелином этих гор признан Тиньшанский бурый медведь. Среди подвидов бурого медведя этот вид считается наиболее редким и малочисленным. У него светлая краска меха и длинные когти. Масса зверя достигает 200 килограммов, но встречаются медведи и более крупные. Тиньшанский бурый медведь живет в горах Памира, Алая и Тиньшаня. Также он населяет западные Гималайи, Каракарум и другие горы Южной Азии. Главные места обитания медведя – арчевые и еловые леса с примесью лиственных пород и с густым подлеском из ягодных кусарников. Однако в горах медведи часто совершают вертикальные качевки в поисках корма. Ранней весной они держатся обычно ниже пояса леса, летом в субальпийском и альпийском поясах. Продолжительность жизни у медведя до 30 лет. Там, где вершины гор упираются в небо, обитают горные козлы. Умные, сильные и ловкие животные, известные своей осторожностью. Таутике населяют горы Азиатского континента. Голову самцов венчают длинные загнутые рога до полутора метров длиною с поперечными валиками, по которым можно определить возраст животного. У самок рога значительно короче. Живут таутике над крутых склонах гор, изобилующих скалами и каменистыми осыпями, поднимаясь на высоту до 5000 метров над уровнем моря. Зимой спускаются ниже, где на южных оттаивающих склонах могут добраться до прошлогодней травы. Держатся они небольшими стадами от 3-5 до 40 особей. Стадо обычно состоит из гарема самок, которых самый сильный самец отвоевал себе в традиционных боях. Остальные взрослые подрастающие теки держатся отдельными группами. Горы западного Тиньшаня – это неповторимый мир дикой природы. Высокие снежные вершины, где выделяется пик Сайрамский, бирюзовые высокогорные озера и среди них жемчужина Угама озера Макпал. Чистейшие воды рек и родников. Причудливой формы скалы Крыкыс – 40 девушек. Сказочной красоты Тюльпан Грейга и многое другое. Биологическое разнообразие гор – это ценнейшее богатство, которое обеспечит развитие будущим поколениям и позволит сохранить генетический фонд различных видов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова